Теперь мы с вами Возвратимся к статье 420 Еще раз только посмотрим на пункт 2 У кого кодексы под рукой? У всех молодцы, пункт 2 И я попрошу Юль, Юлечка, есть кодекс? Да Процитируйте громко и внятно Пункт 2, статье 420 Чтоб все услышали Максим, процитируйте у вас ближе К договорам применяются правила Других и многосторонних сделок Предусмотрено 2-9 Что это нам говорит? К договорам применяются правила О двух и многосторонних сделках Что это значит? То, что любой договор является сделкой Но сделки не односторонние А только двух и многосторонние И соответственно сделка Не любая сделка является договором Да, это нам об этом тоже говорит Любой договор является сделкой Что еще нам говорит эта статья? В практическом плане, что она нам дает? Миша? Когда мы будем регулировать отношения, соответственно, для лороны, мы будем применять, ей нужно право, которое приведет отношения в другом и другом. Все верно, все верно. То есть, если мы будем прибегать к правовому регулированию договора, нам недостаточно будет, собственно говоря, специальных норм, если речь идет о поименованном договоре, и норм в третьем разделе ГК. Да, общее положение об обязательствах и договорах. Мы сразу видим, что законодатель нас отсылает к сделкам, к общим отношениям к сделкам. Опять у нас тут проявляется пандематная система. И сейчас, собственно говоря, мы на эту тему с вами и чуть-чуть поработаем. Причем тема, она, знаете, она больше методического характера, но на практике как раз вы будете с ней всегда сталкиваться. И это будет тот самый инструмент, который вам нужен для работы. Вот сейчас она очень теоретическая, вот кажется, да, так на первых парах, но тем не менее она рабочая. Это как раз один из тех инструментов, которые вам пригодятся в работе, в обязательном порядке пригодятся. Вспоминайте сделки и скажите мне, какие доктрине выделяются в четыре элемента сделок? Четыре элемента сделок. Вообще, какие элементы есть у сделки? Ну, самое первое, элемент какой у сделки? Она должна быть выгодна вовне в действии. Да. Ну, первое, это должны быть между кем и кем? Между кем и кем? Субъект. Да? Первое, это субъектный состав сделки. Второе у нас что? Вот у нас Тихон сказал, более изъявления, молодец. Молодец, более изъявления. Ну, двух, понятно, двух, более и так далее, это у нас, в общем-то, мы по субъектному составу. Предмет можно есть? Да, предмет. Предмет у нас относится уже к содержанию сделок. Давайте посмотрим. Значит, у нас четыре элемента сделки, только меня смущают эти мои записи. Значит, четыре элемента сделки у нас. Первое, это субъектный состав. Субъектный состав. Второе, это воля и воле изъявления. Сейчас мы будем это разбирать. Третье, это форма. И четвертое, содержание. Итак, смотри. Ничего все запомнят, что Бактусон с Романом? Запомнили уже все? Юль, что он тут? Доски стираем. Что стираем-то? Роман, помогите соседке. Что доски стерли? Ну, просто немножко опоздать. Ага, хорошо. Кто у нас, Юлия и Роман, поможет? Скажем, что перли на доске. Да, пожалуйста. Все, они должны исполняться. Договоры должны исполняться. Роман и Юлия, профессионально для вас. Пактусон с Романом. Договоры должны исполняться. Это то, с чего мы темы начали. И пока мы будем разбирать с вами договоры, сегодня, завтра и так далее, мы будем с вами работать под этим лозунгом. Договоры должны соблюдаться. Так, возвращаемся, значит, к элементам сделки. Первое у нас. Субъектный состав. Это субъектный состав. Это элементы сделки. Для чего нам это надо, ребята? Любая сделка, договор это сделка, да? Любой договор это сделка. Если, если есть пароль у любого из элементов в этой сделке, то, соответственно, сделка будет такой. Все. Поэтому, вы понимаете, у нас все на договорах, все на сделках. Поэтому это очень тема важная. Мы ее должны сейчас с вами разобрать. Значит, субъектный состав. Субъекты. Второе. Более и более изъявления. Сейчас это мы все разберем и будет понятно. Переведем на русский язык. Понятно, почем? Да. Более и более изъявления. Третье. Кто запомнил? Форма. Форма, молодец. Форма. Форма. И четверкое. Задержание. Задержание. Молодцы. Задержание. Итак. Вот эти четыре основных элемента сделки. Сейчас мы их будем разбирать. Разграничение. И вот то, о чем мы сейчас будем говорить, это достаточно условно. В каком смысле? Это применяется больше в методических целях. И таких классических совпадений, когда раз и в сделке какой-то один элемент с порогом. Бывает и такое, но как правило бывает порочность, один порог влечет за собой, второй порог и так далее. И поэтому вот считается, что это достаточно условно. Но для того, чтобы понимать, что вообще такое договор и как проводить его правовую экспертизу и как с ним работать, как его заключать и так далее, это вы должны понимать как отчинаш. Вот это ваше на сегодняшнем этапе, на этапе вхождения гражданское право, особенно договоры, вы должны вот это освоить. Поэтому сейчас я вас попрошу быть предельно внимательным. Итак, субъектный состав. Когда мы говорим о субъектном составе, мы говорим о ком? Анечка. О ком мы говорим, когда мы говорим о субъектном составе? О субъектах. Да? Ну, а применительно к договору, собственно говоря, о сторонах договора, да? О сторонах договора мы с вами говорим. Вспоминаем тот период прекрасный, когда мы с вами изучали структуру гражданского кодекса. Начали мы с вами с первой части. И Юра прекрасно нам рассказал про субъекты. И рассказал даже, что есть три вида субъектов. Юр, какие у нас субъекты участвуют гражданские правонарушения? Юр, физические, юридические, молодец. И кого вы еще называли нам? Молодец, молодец, умница. Значит, и публично-правовые образования, назовем их так, да? Публично-правовые образования. Так вот, это, собственно говоря, те стороны нашего будущего договора. Это физические лица, это юридические лица и публично-правовые образования. И вот, когда мы говорим о субъектном составе, мы будем говорить о том, а имеет ли вообще этот самый субъект право правом муче на заключение какой-то сделки. В данном случае на заключение договора. Вот о чем вы здесь, о каком институте? Да, Тихо. Об институте дееспособности. Да, молодец, сразу уловил. Об институте дееспособности. Первое, на что обращается внимание при заключении договора, при его экспертизе, при формировании, есть ли вообще в дальнейшем права и обязанности и так далее, и что мне делать, и договор ли это, и есть ли у меня права и обязанности. Или та самая бумажка, да, которая не имеет значения от того, подписали мы или нет. Первое, это, соответственно, а есть ли право у субъекта. А может ли субъект вообще эту сделку заключать? Обладает ли он таким элементом, как сделкоспособность, да, элемент дееспособности? Что вы можете в качестве примеров каких-то норм здесь вот рассказать? Все ли субъекты гражданского права изначально, кто-то в силу рождения, кто-то в силу, значит, создания своего, обладает способностью заключать все сделки в гражданском праве? Или нет? Тихо, умница, работаешь отлично сегодня. Сейчас у кого-нибудь еще и Рома молодец. Жень, давай, расскажи про то. Дело в том, что касается дееспособности. Надо различать дееспособность полной и частичную. К частичной дееспособности относятся дееспособность малолетняя и дееспособность несовершеннолетняя. Дееспособность малолетних это с 6 до 14 лет, дееспособность несовершеннолетних это с 14 до 18 лет. Касательно малолетних, они могут совершать мелкие сделки. Малолетние это с какого года? С шести датчиков. Потом тратят деньги, которые дали им родители, с разрешения родителей. Спасибо, Женя. Направление нам понятно. Евгений сказал, что если мы говорим о таких субъектах права, как граждане, то способность заключать сделки зависит от чего? От возраста. Есть ли еще какой-то важный момент? Да. Также моментом возникновения изделия способностей является психическое состояние личности. Соответственно, в соответствии от тяжести какого-то психического заболевания, оно может быть ограничено дееспособным или лишено дееспособности. И в зависимости от этого объемы и выделка способностей тоже разные. Объемничный дееспособный заключает мелкие битовые сделки, полностью, и не дееспособным вообще не могут совершать. Умница. Значит, мы с вами здесь выделяем возраст, психическое здоровье, да, которое у нас там тоже со своими нюансами, но тем не менее, нам принципиально поделит. Да, Роман? Я хочу сказать, что это вопрос, но вот к юридическому лицу перейти. Давайте. Все согласны перейти к юридическому лицу? Согласны. Давайте. Соответственно, если говорить об правоспособности юридических лиц, соответственно, есть общие и специальные. Например, магазин, в целях деятельности, в которой показано на козличной торговле, не может осуществлять в обладную деятельность, потому что у него нет этого вида лицензий. Соответственно, он не может осуществлять сделки, свеженные с Ромбазой деятельностью. Таким образом, такая сделка будет недействительна. Все согласны с Ромой? Кому есть? Согласны, нет? Так, молчи, потому что я подниму и попрошу аргументировать. Не согласен. Ладно, к кому есть чего добавить? Иван загадочно улыбается. Нет, все, все нормально. То есть мы понимаем. Скажите, как вы считаете, значение вот этого элемента сделки велико или можно на него наплевать, закрыть глаза и дать? Конечно. Конечно, да? Конечно. Потому что правовые последствия могут привести совсем не к тем результатам, которые мы бы ожидали. Поэтому здесь, естественно, эти вещи у нас важны. Вникать в самую суть и разбираться уже в нюансах. Это у вас было, значит, на теме сделки. Если у нас это потом пригодится, я постараюсь вам дать какие-нибудь задачи, в которых мы будем... Кстати, у меня вот родилась, знаете, какая идея? Мы, когда с вами перейдем непосредственно к договорам, мы начнем там с купли-продажи и так далее, пойдем. Мы с вами будем вот таким образом. У нас будет, как мы с вами делали, мини-суд у нас. У нас будет, значит, две стороны и придут у нас два генеральных директора со своими юристами. И вот будут друг другом, собственно говоря, все эти элементы выяснять. Мы такой преддоговорной этап с вами проиграем. И я хочу, чтобы каждый у нас в этом принял участие. И чтобы вы вот эту вот схему отработали, просто чтобы от зубов отсказывало, чтобы ночью разбудил. Я буду вам придумывать сделку, а вы будете, значит, волю согласовывать. И не являйтесь на порочность все эти элементы. Но это будет попозже, значит, в следующий раз, когда начнем задачи решать. Так, значит, субъектный состав. Субъектный состав с этим мы поняли и пошли дальше. Второе. Воля и волеизъявление. Что это такое? Умница. Кто-нибудь еще у нас есть, кроме Романа? А вопрос какой? Какой вопрос? Ром, скажите нам, какой был вопрос? Что такое воля и волеизъявление? Да, как мы понимаем вот этот элемент сделки? Воля и волеизъявление. Все те же. Юра, мой дорогой друг, что такое воля на заключение сделки? Как вы считаете? Ну, своими словами. Что я хочу? Да? Чего я хочу? Роман, ну, расскажите нам. А, ну, воля, ну, чем отличается? Значит, воле и волеизъявление. Давайте. Хороший. Воля – это желание произвести, ну, сделку, наверное, да? Желание заключить сделку. А волеизъявление – это уже заключение сделки. То есть уже как свершившийся факт, в отличие от воли. То есть, соответственно, воля – это желание, а волеизъявление – это уже действие. То есть, если я вас правильно понимаю, что воля – это то, как я себе представляю, а волеизъявление – как я вот эти свои представления выражаю вовне, да? Как я это формирую, собственно говоря. Да, это очень важный элемент сделки, согласны, что очень важный? Воля и волеизъявление. Итак, как вы считаете? И можете ли вы привести примеры каких-нибудь сделок с пороком воли, исходя именно из того, что я хочу и как я это выражаю вовне? Ну, самый какой-нибудь классический пример. Или не классический пример. Подумайте. Приведите примеры нормативного регулирования какой-нибудь сделок, где есть порок. И помните, могут пересекаться, да, элементы. Ну, я предполагаю, что может быть это связано, когда одна сторона вводит заблуждение, в другую сторону. То есть человек хочет сделать одно, ему говорят, что он подписан на договорах об одном, но фактически волеизъявление выражается другому. Как это называется? Сделка, заключенная под влиянием обмана, заблуждения, да? Вот об этом. Да, Денис, что хотели сказать? В эту тему? Нет, Паша. Да, вот за счет волеизъявления, можно ли, например, вот, ну, когда недобросовестные риэлторы, ну, специально находят одинокого человека, пьющего, подпаивают его, нужно ли подсовывать документы, он их подписывает. Ему, в принципе, все равно, что подписывает, то есть он какую вводит на подписание документа, чтобы из-за совершения сделки вообще не заменял. То есть он находился в момент подписания сделки в состоянии, в котором он не мог понимать значение вообще, да? Своих действий, или не мог руководить ими, то есть вы об этом, да? В этом случае, как вы считаете, есть ли порог воли и волеизъявления? Вы хотите ответить, да, девушка? Хотите ответить на тот же, да, просто, непонятно. Юлиан? Конечно, есть. Потому что воля, добровольная должна быть. То есть, так же, можно, например, если бы, если мне будут угрожать, или я буду видеть физическое, моральности, или ко мне, а замеряться, и даже если я напишу, это все равно будет не считаться, не считается, будет моим волей зрением. Все верно. Меня нуждает это. Правильно, Юлиан, все верно, порог есть. Потому что, когда мы говорим об автономии воли, мы все-таки говорим о наших субъективных моментах, да, о наших желаниях. Мы должны хотеть и достижение этого результата, вот мы пытаемся реализовать путем заключения сделки. Конечно, и тот пример, что привел Рома, Паша, Юлиан, это все говорит о порогах воли, или порогах воли, или волеизъявления в том числе. Еще какие моменты, вот какие еще, вы знаете, сделки с порогом воли, какие можете привести, в каких ситуациях это может происходить? Вот смотрите, давайте еще раз, еще раз, чтобы мы четко понимали. Когда мы говорим о пороге воли, это когда мы, как правило, это либо на нас какое-то насилие, да, или заблуждение, или мы не понимаем, чего хотим и так далее. А вот волеизъявления уже, мы четко понимаем, чего мы хотим. Но может быть, мы не в ту форму облекаем, или еще какой-то момент. И опять же говорю, что эти два компонента зачастую совпадают. Ромочка, простите, сейчас хотелось бы кого-нибудь еще спросить. Вот вы, пожалуйста, как вы считаете, какие еще могут быть сделки с порогом воли и волеизъявления? Ну, безотносительно граждан, давайте мы граждан оставим в покое. Вспоминайте, проходили сделки, или мимо проходили. Слышали такое понятие, как сделка мнимая, или сделка притворная. Ром, вы об этом хотели сказать? Нет, я по гражданам. По гражданам, давайте уже гражданам. А, ну если что-то, что мы еще не назвали. Ну, что если есть угроза жизни, или угроза жизни без угроза? Ну, некое насилие все равно, да, над волей. Нет моего волевого внутреннего, хочу.